Носит название жесткая версия или драка ММА, потому что она максимально приближена к смешанным единоборствам. Это классическая версия. Здесь разрешена техника кикбоксинга, раздела К1 в полном объеме. И броски, стойки, броски, захваты. Ну вот именно эти парни, ну недаром, да, что Илью Будникову мы недавно видели на турнире по кикбоксингу. Каковы профилирующие дисциплины этих бойцов? Непосредственно чемпион Илья Будников, он является кикбоксером. У него такой настоящий кик, качественный, направление К1, это колени, очень жесткие удары руками, очень бьющий парень. Виктор Солодовник, в свою очередь, это рукопашник, в последнее время, в последние годы очень здорово прибавивший. Но он мастер спорта по рукопашному бою. Да, мастер спорта по рукопашному бою, очень крепкий парень, мощный, также с ударом, поэтому ждем очень интересный поединок. Между прочим, мы говорили о том, что Цикунов победитель чемпионата России, да, среди МВД, четвертый раз он в апреле. И вот Солодовник Виктор, тоже чемпион Дальнего Востока по рукопашному бою и бронзовый призер чемпионата России среди учреждений МВД. Это достаточно сильный турнир среди МВД, там такие именитые бойцы выступают, ну и внимание на ринг. Мы любое читаем, поняли. Как бы ногтями не работают. За канаты не цепляемся, за одежду тоже. Пожмите руки по углам. Этот поединок, Максим, тоже титульный. Да, сегодня три титульных поединка, все присутствуют в следующие поединки, и этот, и следующие будут титульные. Этот за Забоис чемпиона Дальнего Востока, весовой категории до 85 килограмм по классической версии. Формула боя 3, то есть 5 раундов по 2 минуты. Он очень высокого роста будников, и должен держать на дистанции. Он не торопится, да, но он никогда рано не стартует. Сейчас он будет обрабатывать коленями. Но Солодовнику надо переводить в борьбу. Да, переводить в борьбу, да. Но опять же... Такое действие оценивается в 1 балл, то есть обоюдное падение. Мы говорим о том, что классической драки портера нет, то есть бросок. Сколько оценится бросок? 1, 2 и 3 балла. Вот сейчас мы увидели бросок на 1 балл. Это с обоюдным падением двух спортсменов. Если спортсмен бросил, остался на ногах, либо амплитудно бросил с обоюдным падением, это 2 балла. И 3 балла, ну это очень амплитудные броски, оценивается в 3 балла. Прогиб, например. Так, ну это скорее поскользнулся, да, тут или... Нет, почему, вот оценили, оценили, как ни странно, в 3 балла. Подхват ноги и удар навстречу с падением соперника, оценили. Бросковую технику именно оценивает рефери в ринге. Это схоже с Сушу Саньда, с правилами. Так размашисто бьет Илья Будников. Правая рука. Ну, достаточно жестко. На самом деле... Ну, колени острые, да. На самом деле, вот этот клинч может стать проблемой для Виктора Солодовника. А почему именно в этом поединке Формула Боя 5 раундов по 2 минуты, а не по 3? Классическая версия. То есть так и было? Да. Бои по драке проходили по 2 минуты раунды были. Ну, раундов, конечно, значительно больше. Вы знаете, что титул чемпионального, сколько отстаивает Илья Будников? От 5 раундов, 5-7. Дмитрий Тихалов, например, дрался и 12 раундов. То есть сейчас, можно сказать, облегченно для бойцов, да? Да. Или просто зависит еще от титула. Да, значит. Единственное отличие в правилах, это мы добавили... Все-таки разрешили уже удары коленями. До этого их не было? Нет, их не было. Это было более приближено к Ушу-Саньда. Там коленей также нет. Но локти решили не вводить, иначе бы тогда просто в тайский бокс превратилось. Да, по сути дела, это тот же самый тайский бокс. Виктор представитель спортивного клуба «Фаворит». Вот, сейчас, да, удар коленом мы видели на повторе и прошел. Удар коленом в России, город Благовещенск. Эти моменты, они могут быть незаметны для зрителя, но на самом деле они несут ущерб спортсмена. Взбивают дыхание, то все накапливается, и это может сказаться. Ну, тут, если вот так он попадет по печени, вот так коленом слева, то очень вероятен, да? Да, велика вероятность, что здесь вот. Сейчас решили парня руками поработать, но тут и о ногах вспомнили. Вот, кстати, попал сейчас несколько так в колено, это как-то вот на усмотрение судьи момент. Ну, нельзя же, да, по коленям? Ну, вообще удар разрешен по всей длине ноги, и, ну, тут сложно, сложно как-то это оценить как нарушение. Ну, может быть, спортсмен не намеренно, не намеренно наносит удар именно в коленный сустав. А вот Виктор принялся как раз за то, что надо как раз. Он просто набрасывает, просто набрасывает, и напоминаю, что в драке отдается предпочтение тому спортсмену, кто больше бросает. В первую очередь оценивается бросковая техника. На втором месте это удары ногами. Ну, кстати, в свое время, да, переучиваться многим кикбоксерам и тайцам там пришлось именно в каком плане, что тот же Боб Шрайбер, да, проиграв несколько раз в борьбе, он разработал прям тактику встречи коленями борцов и вот таких проходов в ноги. То есть как бы даже специально вынуждал, прикармливал, прикармливал, и потом на отскоке возвращал колено и попадал четко в голову. Тут, по идее, если вот так бросаться-то тоже открыто не стоит. Потому что раз прошел, два прошел, а дальше Будников-то тоже опытный, и он поймет, да, что можно встретить. Конечно, отсутствие ударов коленями дает какое-то преимущество определенное именно борцам, так сказать, вольного стиля. А вот и конец второго раунда. Виктор Солодовник выглядит более вымотанным, уже даже исходя из последнего движения рукой. Как раз это может быть... Друзья, кто считает, что должен быть... Сказываются вот эти удары коленями. Клинч, тайский клинч. Также вы считаете, что должен победить представитель города Городовича. А вот Илья Будников представляет отделение Федерации Кудо России. То есть он и по Кудо выступает? Пять раундов по две минуты. Одна минута... Я не могу сказать сейчас точно выступает для вас по Кудо. Я знаю просто, что его тренер, ныне покойный Валентин Панчук, он в свое время начал развивать именно Кудо в городе Благовещенске. И именно, ну, как бы он... По-видимому, просто Илья, ну, как остался в том же клубе, где, ну, до последнего работал, в той же Федерации, где до последнего работал. И наверняка он не только это, он это тренирует, конечно же. То есть все, в принципе, ребята, мастера уже, да, как бы передают свой опыт молодежи. Пошумим, пошумим, пошумим! Так, нас сейчас ждет третий раунд. Третий раунд. Время летит быстро. Все, спокойно, Ильюха, работай. Ну вот, исходя из первых двух раундов, тут предпочтение давать кому-либо сложно. Ну, наверное, все-таки больше так вот чаще попадал. Сейчас, я думаю, какой-то перелом все-таки оформлен. Ну, уже так будет более... Ну, и бойцы тоже понимают, что это уже промежуточный раунд, когда пора, как бы, ну, что-то делать, да? То есть если первые два раунда можно было отдать, но три раунда однозначно в бою надо выигрывать, чтобы получить пояс. Два раунда уже прошли, впереди три. Вообще, у Будникова очень жесткие удары. Такие, как плетью, да, бьет, то есть хлестка, и прилетает под таким углом. Достаточно высокие, длинные рычаги у него, вот так их разгоняет. И вкладывается, да, вкладывается, да, если бы он попал таким кроссом, Виктору не позавидуешь. Интересно. Ну, тактически я не понимаю, почему Виктор не бросает, почему он все-таки... Не хватает ноги, то есть не использует то, в чем он хорош. Он хорош в рукопашном бою, в первую очередь. Ну, возможно, ему стоило... Сейчас по жесткой версии драться, но сейчас вот как кикбоксер, да, Будников, берет свое... Просто Илья не выступает по жесткой версии, потому что он ударник. Практически чистый ударник. А я вот и говорю про Виктора Солодовника, именно, чтобы и побороться можно было в партере как-то, да? То есть могло бы по-другому сложиться. Для него предпочтителен формат ММА. Интересно у него вот такие буквы. Мужчина, давайте, давайте. В боках как раз в тех местах, где печень, да, и селезенка. Ну, то есть не промахнешься. Итак, захочется раунд номер три. Очень тяжело Виктору видно. Но Илье, конечно, тоже не просто. В углу Ильи 4. Но, между прочим, не так давно, да, Илья проиграл на праздинале турнире по кикбоксингу. Возможно, ну, любое поражение, все равно остается чувство досады, какой-то горечи, там, неоднозначное, да, все. Поэтому ему, ну, хочется даже для самого себя отстоять свой пояс, конечно. Вот, вот был мощный правый прямой, затем левый боковой. Ну, вот это колено, посмотрите. Да, оно прилетело, кстати. Вы знаете, что, титул чемпиона Дальнего Востока отоживает Илья Бутников. Это все тоже сказывается, все это сказывается, эти удары коленями по рукам. Друзья, кто считает, что Илья отстоит свой титул, пошумите. Кто считает, что Виктор заслуживает этот титул, пошумите. Итак, раунд номер четыре. Очень тяжело Виктору. Самое тяжелое ощущение у него будет завтра на утро, скорее всего. Но пока можно попробовать, еще есть два раунда. Видно, что устал. Уже вот удары не идут такие, да, как нужно, чтобы удара подержать победу. Он уже потеряли. А Бутников при этом бьет, ну, все равно достаточно жестко продолжает. Бутников делает свое дело, в принципе. Он проводит бой по кикбоксингу, по большому счету. Он все для этого сделал. Он даже бросочек попытался сделать, то есть соперник позволяет. Да, какой-то, я бы сказал, элемент тайского бокса, скорее. В клинче, да. Да, больше похоже на скрутку. Бросочек надо. Пойдет, пойдет. Хорошо, колено, колено. А вот Максим, кстати, как организатор у турнира, вот бойцы подбираются, понятное дело, по весу, по росту, по мастерству. Но вот достаточно сложно вот здесь, на Дальнем Востоке, всех вот так собрать, чтобы пары соответствовали. Ну, не было явного доминирования одного над другим. Да, это, конечно, отдельная работа для того, чтобы... Да, вот мы видим полотенце. Мы видим полотенце. Да, и это значит, что поединок остановлен. Ну, тут было все очевидно, и смысл был продолжать, да. Это уже, кстати, второй раз за сегодня мы видим такой отказ. Ну, по причине, что, вот как мы только что и сказали, что один соперник, ну, явно выигрыш не смотрелся, и второму уже не было просто смысла продолжать поединку. И хорошо, что за Левой-то решили секунданты. Илья Будиха! И отстаивает свой пояс.